Добрый вечер, место встречи на Афонтово, студия Ольга Дубровская и в течение ближайшего часа будем говорить о продуктах, которые поступают в учреждения социальной сферы по госзакупкам. В декабре, если вы помните, мы собирались и говорили о качестве вообще продуктов, которые мы едим. И тогда кое-как мы остановили гостей наших и часть этих гостей сейчас тоже в студии, которые все время хотели говорить о качестве госзакупок. Обещали собраться, собрались. Будем говорить именно о том, чем кормят в садах, в больницах и о тех продуктах, об их качестве, которые по госзакупкам. В нашей студии представители больниц, детских садов, прокуратуры, общественник и бизнес-омбудсмен. Вот так я вас назову. И простите мне мою долгую вступительную речь, но я не могу не сказать, что также сегодня мы приглашали в эту студию представителя Роспотребнадзора. Как нам кажется, эта организация имеет какое-то прямое отношение к проверке качества, контролю качества тех продуктов, которые по госзакупкам поступают в больницы, в те же сады. Но, увы, и это, увы, звучит в нашей студии уже не первый раз, представители Роспотребнадзора не пришли к нам поговорить о качестве продуктов в целом. Представители Роспотребнадзора не пришли в нашу студию поговорить об экологии, там тоже есть им что сказать, но тем не менее. Мы сожалеем, но начинаем разговор без них. И для начала давайте сейчас на графику выведут нам результаты. Это результаты предновогодних торгов. От 25 декабря закупка по госзаказу для 50 краевых учреждений. Вот если видно, да, значит творог. Начальная стоимость 35 с лишним миллионов за 100 тонн. Победитель уронил цену. Вот эта вот кривая была, это как раз, видимо, падала цена с грохотом. На 55 процентов. И килограмм, получается, стоил 148 рублей. Такой продукт. Второй график нам сейчас покажет. Это сливочное масло. Начали торговаться 53 миллиона и снизили стоимость на 60 процентов. И килограмм получился 210 рублей. Вот такое масло. 50, я напоминаю, краевых учреждений, социальной сферы. Есть еще результаты закупок, результаты проверок, точнее, того, что по этим госзакупкам поставляется. Не по этой конкретно, но тем не менее. Но для начала блиц-опрос. Короткий. Можно отвечать да, нет. Если хотите пояснить, то тоже очень коротко. Возможно ли в рамках закона о госзакупках кормить детей в школах и садах и в больницах пациентов качественными продуктами? Начнем с вас, Игорь Евгеньевич, потому что нас мало и мы все успеем высказать. Да. Возможно. 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 Хорошо. Я согласна. Возможно. Возможно, так. Я тоже считаю, возможно. Конечно, возможно. Конечно. Этот закон именно на это и нацелен, чтобы соблюдать все требования законодательства специального и законодательства в области закупок. Закон-то нацелен, я так понимаю, в большей степени все-таки на снижение цены. И снижение цены в том числе. Но и есть требования к качеству, конечно же, в этом законе. Хорошо. О качестве будем говорить очень долго. Сергей? Я считаю, что мы все просто обязаны приложить усилия, чтобы мы кормили детей только качественным продуктом. Конечно, да. Хорошо. Вот тогда к условным проверяющим вас, мы тоже к проверяющим, Сергей, посадили сегодня. Но, тем не менее, как вы оцениваете качество тех продуктов, которые сейчас поступают в сады, в школы, в больницы? Игорь, вы так прям с бумагами очень сильно подготовились. Пачка большая, только не зачитывайте. Я хочу сказать, что можно делать оценки разные. Кто-то скажет примерно 20%, примерно 30%. Качественного или некачественного? Качественного, некачественного. Но если мы с вами возьмем масло, тоже масло, о котором мы сейчас говорим, сливочное масло, на сайте государственных закупок, то дороже 200 рублей, за очень редким исключением, на территории Красноярского края в прошлом году мы не найдем. Таким образом, мы можем говорить, что сливочное масло приближается к 100% фальсификата. Более того, ведь речь идет не в чистом виде о фальсификате. Вот буквально вчера мы были в Совете Федерации, и там говорят, надо разделять. Потому что если мы поставляем вместо масла совсем другой продукт, это как бы даже не фальсификат, это получается обман, обман заказчика. Поэтому большой, очень большой процент поддельных фальсифицированных продуктов поступает в бюджет. Максим? Знаете, вот такую грубую оценку сделать нельзя, конечно, сколько в процентном соотношении. Да, эти тонкую оценку. Но я вам скажу, и это не наша компетенция, да, оценивать конкретно качество тех или иных товаров. Но я вам скажу, что только за 2017 год в сфере закупок органами прокуратуры края выявлено более 4000 нарушений. Это нарушения, которые касаются и стадии заключения контрактов, и стадии их исполнения. Внесено более 800 представлений, и принимались превентивные меры. Это предостережения государственным муниципальным заказчикам, которые направлены на предотвращение этих нарушений, которые могли бы наступить. Вот эти цифры, они говорят сами за себя о том, что, конечно же, в том числе и качество поставляемых товаров, оказываемых услуг, оно страдает. 4000 – это много. 4000 – это не мало. Есть с чем сравнить? Ну, знаете, если говорить об идеальном состоянии законности, таких нарушений вообще не должно быть. Нет, ну может в прошлом году было 8000, и мы понимаем, что все дело лучше. Вот 4000 – их хочется с чем-то сравнить, и с чем мы не понимаем. – Нарушения, можно так сказать, они прогрессируют. – Прогрессируют, их становится больше. Вы знаете, в прошлой программе, Сергей, вы не проверяющий, но вы что-то скажете нам? – Да, конечно, скажу. – Говорите. – Ну, мы тоже давно занимаемся этой темой. Я на прошлой передаче пытался, так сказать, донести, да, вот ту боль, которую мы испытываем, только по причине того, что, как нам кажется, добросовестные сегодня предприниматели не могут никак зайти на вот эту сферу закопок. Почему? Потому что сегодня определяющим фактором является цена, и мы с вами это увидели на экране. Значит, у нас были попытки убедить агентство закупок по Красноярскому краю все-таки делать это через конкурсы, так, но, к сожалению, нас пока не услышали. Ведь, когда мы проводим конкурс, мы туда в документацию можем заложить определенные какие-то параметры, да, по которым вот совершенно новые предприятия, которые не имеют опыта, допустим, работы, да, которые действительно созданы практически, вот как сегодня тот предприниматель, который выиграл по городу Красноярску и упал в цене на 60%, да, вы посмотрите, предприятие создано в июле 2017 года, да. Под закупки, собственно говоря. Конечно, под закупки, и сегодня будет возить практически полтора года всем нашим социальным учреждениям ту продукцию, которую, ну, к сожалению, мы уже сегодня имеем проверки, да, она некачественная. А когда мы проводим конкурс, да, мы там имеем возможность каким-то образом вот этот вопрос отрегулировать. Хорошо. Вот смотрите, в прошлой программе у нас в гостях были производители, и они прям вот суп давали, что называется, что настоящее сливочное масло должно стоить 400 рублей за килограмм. Он вот у нас главной врач и заведующий детским садом сидит, и вот вы знаете, по какой цене за килограмм приходит масло в ваше учреждение? Егор Евгеньевич. Средние цены продуктов мы примерно представляем. Наша задача не выделяться, что называется, из общей массы, потому что действительно одним из критериев эффективности закупок является средняя цена. Но мы также сравниваем эту цену и с ценой на полках супермаркетов, потому что это тоже один из объективных показателей. Сколько стоит килограмм? Точно не могу сейчас сказать, но около 400 рублей. У вас около 400 рублей килограмм масла? Да. Так, а у вас? А у нас, знаете, мы работаем сейчас по 223-му закону, который нам позволяет запрашивать поставщика и определенные характеристики товара, и даже производителя. А поэтому мы им прекрасно пользуемся, и сегодня у нас масло качественное, цена его 500 рублей за килограмм. Прекрасно. У нас по-другому мы участвуем в закупке через 44-й ФСЗ по централизованному закупку, и как вы видели, масло оценит централизацию, половину году до 210 рублей килограмм. Поэтому нам ожидать какого-то качественного масла не приходится, и мы наверняка будем вынуждены делать добраторные испытания достаточно часто. Если в том году мы делали один-два раза... Так, давайте я вам заменю микрофон, что-то с ним случилось. В этом году, я так думаю, что, ну, через одну-две закупки мы должны делать. Но при всем при этом я хочу сказать, что мы тратим нерационально совершенно, неэффективно бюджетные средства на вот эти анализы. Анализ в среднем стоит около 10 тысяч рублей. Проводится анализ не менее чем недели. За этот период времени то масло, которое мы в силу возможностей хранения и сроков хранения пациента уже съели, а для того, чтобы включить такого поставщика в список недобросовестных и через суд его туда внести, потребуется примерно около двух месяцев. Я думаю, что представитель прокуратуры это подтвердит. И, в общем, масло уже все будет съедено? Будет уже все съедено, да. И наверняка за 210 рублей мы не получим хорошего по составу масла. Мы можем получить с хорошим микробным числом, да, а вот по качественному составу мы имеем уже такой печальный опыт, когда имели хорошую декларацию на качественное масло, а 82% там не оказалось масло животного происхождения мазил. Остальное было растительное. Ничего себе. Чем меньше организация, тем сложнее создать тот самый вот неснижаемый запас, страховочный запас продуктов, особенно скоропортившихся. И действительно проблема связана с тем, что пока выполняются вот эти анализы, уже съедается этот продукт. Это касалось и нашей ситуации, хоть мы, в общем, достаточно большая больница с большим оборотом продуктов. Но вот эта сложность есть. Сегодня государственные организации действительно столкнулись с проблемой того, что есть риск поставки недоброкачественных товаров. И как бы мы не прописывали конкурсную документацию, как бы мы не сражались на аукционах и на конкурсах за качественный товар, все равно есть тысяча и одна возможность для того, чтобы от качественного производителя товар, пройдя ряд, как бы, этапов, пришел уже с некими измененными характеристиками и так далее. Вы тянете руку, да, Игорь? Да, я хотел сказать. Вот мы с телекомпанией Афонтова были на школьном комбинате питания. И с люминоскопом проверяли масло. После этого, буквально через две недели на этот комбинат питания пришел такой люминоскоп, такой же люминоскоп. Три поставщика сразу отказались поставлять продукты. Без объяснения причин. Но это еще раз говорит о том, что все-таки возят фальсификаты. И у нас это очень распространено в Красноярском крае. Помните, мы опять, если ссылаться на ту передачу, мы еще одних называли фигурантов, извиняюсь, этого всего процесса, да, это правоохранительные органы, им тоже нужно включаться. Ведь это же мошенничество, конкретное мошенничество, потому что переклеивают там вплоть до того, что этикетки. Потому что от производителя, когда они получают продукт, да, вот который стоит 100 рублей, производитель им дает документы, что это не творог, а это творожный продукт. Но они потом это выдают как раз за полноценный творог и поставляют это вот в наши учреждения. Это происходит повсеместно. Нам просто нужно с этим однозначно бороться. Потому что мы все это знаем, да. Почему-то не трактуется так на самом деле силовиками. Как мошенничество. А вот у нас прокуратура сидит. Действительно, есть такая ситуация. И органы прокуратуры края контролируют эту сферу, в том числе в рамках надзора за уголовно-процессуальной деятельностью. В настоящее время в рамках расследования доследственных проверок находятся три материала в органах следствия системы МВД. Эти материалы направлены как раз в рамках проведенных в 2017 году проверок, в том числе с участием органов прокуратуры. И органы прокуратуры надзирают за ходом проведения этих проверок и дается соответствующая оценка принятым решением окончательным. Здесь речь идет не о мошенничестве. Это специальная статья, состав преступления. Он говорит о том, что фальсифицируется продукция, поставляется это ввоз, хранение, производство и продажа продукции, не маркированной, либо с нарушением вот этой маркировки и специальных обозначений. То есть все-таки это фальсификат, а не мошенничество? Да, это специальные составы, которые есть в уголовном кодексе, которые предусматривают соответствующую ответственность. А как мошенничество? Нет желания рассматривать вот эту ситуацию? Нет, здесь дело не в том, что есть желание или нет. Здесь есть определенные признаки состава преступления, субъективная и объективная сторона. И здесь, конечно же, следователям дается в каждом случае оценка. Если это деяние подпадает под состав по всем признакам мошенничества, это будет рассматриваться как мошенничество. Если есть специальный состав по отношению к этому деянию, он исключает общий состав, и это рассматривается. Но это не говорит о том, что есть какое-то смягчение. Там и там есть квалифицирующие признаки, соответствующие части, и есть ответственность уголовная. Вот, да, Сергей. Смотрите, Кремль, тут мы с вами вторую передачу пытаемся об этом говорить, но хотя говорим все мы об этом уже очень давно, да, и все говорим абсолютно спокойно. А в это время каждый день наши дети или там бабушки, там, отцы, матери, там, все это потребляют. И мы с вами все понимаем, как все это происходит, да, а говорим о том, что как квалифицировать вот таким образом или другим. А мошенники нас кормят вот этим, извиняюсь за выражением, дерьмом. Каждый божий день. Вот смотрите, вот отыграли сегодня вот эти аукционы, да, на полтора года. И мы вот сейчас с коллегами разговаривали, ведь мы с ними сделать практически ничего не можем. Нам хотелось бы, да, как-то ситуацию поправить, но расторгнуть контракт мы не можем. Вот у одного выигрывшего, там, от 150 до 200 точек, в которые он будет сегодня поставлять по всему краю. Я приводил пример по Лиссосибирску, когда звонил главе района и говорил, вы в курсе, что вам 130 рублей за килограмм привезут масло? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Ну, вы же глава района. Вы же должны как-то, ну, вы хоть поинтересуйтесь, и что вы думаете? Как возили, так и возят. А вот у меня вопрос к Егору Георгиевичу и к, сейчас, простите, Галина Васильевна, да? Вот у вас не вот это масло, у вас хорошее. Расскажите, как к вам попадает, то есть, как вы обошли эту историю? Как вы смогли гарантировать своим, значит, пациентам вот качественное масло? Дело в том, что... Ну, или качественные продукты вообще, да, не обязательно масло. Как бы у нас такая закупочная система, она двузначная. То есть идут прямые договора и договора по закупкам. Вот. Те продукты, которые... Я тоже как бы сталкивалась с маслом фальсификатом, это не секрет. И поэтому вот масло мы вывели на прямой договор, который нам позволяет все-таки подбирать хорошего поставщика. Вот. И, естественно, игра... Не факт, да. И, естественно, конечно, играет цена продукта. Не факт. Подождите, но вы... Да, я вот так про пациентов сказала, вы детский сад, правильно? Да, я детский сад. Значит, любой детский сад это может сделать? Ну, по большому счету, да. По прямому договору, да. До 400 тысяч мы можем заключать прямые договора, согласно закона. Поэтому, конечно, может любой детский сад. И по прямым вот этим договорам вы что покупаете на 400 тысяч? Ну... То, что больше всего фальсифицирует. Как вы определили, что туда вывезти? Ну, да. Нет, не это только. Маленькие закупки. Например, там крупы, шоколадные конфеты. Ну и, конечно, в первую очередь мы обратили внимание на масло. Потому что с маслом мы определенное время мучились и намучились. Поэтому вот решили так, что это должен быть прямой договор, где должна быть указана определенная цена, определенные характеристики. И, конечно, у нас автономное учреждение, у нас своя закупочная комиссия. Поэтому все коммерческие предложения, которые сегодня поступают в учреждения, рассматриваются закупочной комиссией, в которую входят и родители. А родители, знаете, они главные судьи по выбору продуктов для своих детей. А можете назвать поставщика, кто вам поставляет молочные продукты, кто у вас выиграл? У нас сегодня... Если можно. Вот смотрите, масло у нас поставляется комарчакское. А молочную продукцию, то есть молоко, творог, сметану и сыр мы играли по закупкам. Это возит Бобков. К нему есть вопросы? Ну, пока нет. Пока нет. У меня предложение есть. У меня есть предложение. Пусть Игорь съездит со своим прибором и посвятит ту продукцию, которую поставляет сегодня. Есть предложение. Пустите Игоря с его люминоскопом посвятить вашу продукцию. Вы в ней уверены, да? Вот я хочу сказать, что вчера как раз вот говорили о такой тоже проблеме. Ну, вас это не касается, но речь шла о Москве. Огромные закупки продуктов питания в детские сады. И детский сад покупает дешевую фальсифицированную молочку, экономит бюджет. И этот бюджет идет на повышение зарплат руководству, там еще кому-то. Это вообще исключено. Нет. Вот такая... Это маловероятно. Это маловероятно. Это маловероятно. Вот, вон, видите, как встали все. Что 100% вероятно. Мне сегодня звонит поставщик и говорит, в Березовке детский сад просит, чтобы им поставили масло по 37 рублей. 37 рублей за пачку. То есть это уже вообще не масло. Он говорит, как так? Мы не можем. Мы только нормальное поставляем. Они говорят, у нас 110 рублей на ребенка в день. Почти нормальное. Но это же не только масло. Это же не только масло. Мы говорим, нормальное возьмем у вас сметану, возьмем творог нормальный, возьмем молоко. А вот по маслу мы не проходим. Вот давайте, вот это хорошее привезите, а вот это плохое. Потому что не проходит по бюджету. Вы знаете, не верьте глазам своим. Вот вы когда говорите, что вам возят комарчага, да? Вот у меня просто просьба, вы проверяйте чаще. Потому что где написано комарчага, там может быть совсем не комарчага. Вы на это просто обратите внимание. Я понимаю прекрасно, что то, что написано в упаковке, это не всегда говорит о качестве. Но для меня это, наверное, конечно, не серьезно звучит. Но для меня качеством являются дети. Вот, например, если дети, масло плохое, предположим, они кусочек с маслом всегда отодвинут. А если масло хорошее, понимаете, просто даже, извините, съедят. Нет, это не профессионально, конечно. Егор Геонидович, вот нам нужно уходить на рекламу, но до рекламы все-таки. Объясните, как вы можете себе позволить качественный продукт? Я думаю, что одна из самых главных целей при закупке качественных товаров – это контроль. Это контроль того, что мы получаем. И если поставщики понимают, что организация держит это под специальным контролем, то количество желающих поставить некачественный продукт резко сокращается. Я приведу пример. Года четыре, наверное, назад мы не знали, как правильно или как избавиться от картофеля, который чернел. То есть, ну, всем известна эта тема, да, картошка, из нее делают пюре, пюре черное, его никто не ест. Случайно мы узнали секрет, которым могу поделиться со всеми. Как мы делаем сейчас? Привозят нам картошку. Мы берем несколько клубней этой картошки и на сковородку жарим. Если она в процессе жарки почернела, машина уезжает обратно, не разгружаясь. Если картошка нормальная, мы забираем эту картошку. То есть, а люди, которые привезли, они стоят и ждут, пока вы будете жарить? Ждут, ждут, пока мы картошку пожарим. Если картошка нормальная, загружаем. Как только мы начали это делать, желающих поставить нам картошку по смешным ценам резко уменьшилось. Хорошо, сейчас приверемся на рекламу и продолжим наш разговор. Мы продолжаем разговор, да, и как, в общем, всегда это бывает, как только начинается реклама, так сразу завязывается разговор, и все друг с другом обсуждают. Мы закончили на том, что Егор Евгеньевич жарил картошку, и если она чернела, он отправлял всю машину в освояси, и таким образом отбил у поставщиков желание возить некачественное. Но мы знаем, что вас, например, наказывали, да, и пытались наказать за те продукты, которые вы поставляли в свое лечебное учреждение. Расскажите. Мы заключили контракт буквально там через два месяца нам, ну, через, вернее, через две недели привозят продукцию. Мы имеем декларацию на продукцию и достаточно с длительным сроком. Все. В это время приходит проверка Роспотребнадзора, и масло оказывается некачественным в части растительных масел, превышающих 82% вместо там 10. Да? Вот. И мне выставили штраф, несмотря на то, что в ходе комплексной проверки не было выявлено ни одного замечания. Что называется, пожалели, выставили 10 тысяч, а не 300 тысяч, как на юрлицо. А так бы мог штраф и такой быть. Ну, тогда это был 16-й год, это было еще первоначально, и я попробовала все-таки подать в суд, и суд центрального района мне этот штраф убрал. Встал на вашу сторону. Встал на мою сторону, да. Но потом вскоре я получила штраф за другое по этой же проверке. Штраф все равно нашли. За что вас наказали? За то, что площадь палат не совсем соответствует. А, ну, это уже... Нет, но мы после этого делали еще дважды или трижды анализы, уже имея такой печальный опыт, имея декларацию, да. И надо сказать, что 50 на 50 подтверждались вот эти исследования, да. Что-то было качественное, что-то нет. А тут первым делом сначала предлагаешь на первом этапе заменить продукцию некачественную. А что заменить, когда его уже съели? Мы привезли новую с хорошим анализом, привозят уже с лабораторными исследованиями. Вот так. Прошу прощения, мне кажется, вот тут у этой темы две стороны. С одной стороны, конечно, понимая, что мы находимся в таком неспокойном, скажем так, предпринимательском сообществе, которое не всегда заинтересовано в том, чтобы поставить доброкачественные... Мило так их назвали, неспокойное предпринимательское сообщество. Да, которое, в общем, нас держит в тонусе, да. И вынуждены, вынуждены содержать или, скажем так, пользоваться услугами других организаций для того, чтобы нам проверили качество. Но, мне кажется, есть ведь еще одна сторона. Это сертификация. Сертификация пусть добровольная, пусть недобровольная, но, во всяком случае, есть структуры, которые следят за теми, кто выдает сертификаты, кто их должен соблюдать. И когда нам поставляют продукт, у которого есть сертификат, оформленный в соответствии с действующим законодательством, то по уму-то, в общем, мы не должны сомневаться в том, что этот продукт... Перепроверять уже ничего не надо, да. Да, и мы же в конкурсной документации указываем, что он должен сопровождаться соответствующими документами. У нас был случай несколько лет назад, аналогичный, когда мы получили крупы, у которых были полностью все документы сопроводительные на месте. Ни органолептические, ни... ну, то есть, как бы там, визуально, ни на вкус, эти крупы никаких примесей не содержали. Когда проверяющей стороной крупы были взяты на анализ, было выяснено, что они содержат микроскопические примеси металла, и что нам было поставлено, собственно говоря, в вину по поводу того, что мы недолжным образом проводим проверку. При этом мы даже придумать не могли, каким образом мы должны проверить эти крупы, потому что... Магнитом. Ну, на простом магните, мы пихали туда потом эти магниты, не получается ничего. То есть, это специальное оборудование. То есть, даже заподозрить, что этот продукт, не то что фальсификат, а то, что он не надлежащего качества, может быть, было невозможно. Поэтому мне кажется, что вот все-таки вторая сторона, связанная с надзором за правильно оформленные сертификаты, за достоверность этих сертификатов, тоже должна проводиться. Максим, прокуратура. К вам у меня тогда вопрос. Я позволю не согласиться. Конечно, да, сертификация должна быть, и надзор организован в этой части. Ну, с другой стороны, у нас есть закон 44-й, да, о контрактной системе. Он делит пополам ответственность. Как поставщик, так и заказчик, они отвечают равноценно. Поставщик отвечает за качество поставляемой продукции, заказчик, соответственно, отвечает за ту продукцию, которую он принял и оплатил. Есть требования закона, которые обязывают заказчика, муниципального, государственного, перед тем, как он принял этот товар и оплатил, провести экспертизу. Причем закон уточняет, если невозможно провести экспертизу собственными силами и понять, да, требуются какие-то специальные познания, то заказчик обязан нанять лабораторию, обязан заказать исследование этой продукции. И в чем же экономия тогда? Проблема в том, что нигде нет четкой грани, что такое, если есть там сомнения и так далее. То есть мы берем продукт, который по внешнему качеству соответствует, да, то есть он пахнет так, как должно пахнуть, он выглядит так, как должен. И мы даже представления не имеем о том, что там есть какие-то микроскопические включения. Где тогда? Тогда надо составить, видимо, перечень обязательных исследований при приемке товара. Опять же, договориться, каждую партию товара мы должны проверять, та же крупа, которую мы получаем, или то же масло. Каждый раз мы должны сдавать, там, 3 килограмма масла на экспертизу, или все-таки, условно говоря, там, по мере возникновения тех самых опасений о том, что это масло будет некачественным. Мне представляется правильным проверять в каждом случае продукты питания, поскольку здесь невозможно, да, невозможно определить заранее, эта продукция будет качественной или некачественной. А тогда надо закладывать деньги на эту экспертизу. Надо закладывать, потому что мы все равно кормим некачественные продукты. А потом мы всего 10 килограмм масла заказываем порцию, а 3 из них отдаем на экспертизу. А чем кормить? То есть, получается, нужно 13 условно заказов. Ну, давайте уже не будем... У нас определенные условия. Да вы кормите тем, что вам привезли. Тем, что вам привезли. Вы все равно пока... Ну, задним часом придется тогда только расследование проводить. Почему? Пока идет там экспертиза, да, вы все равно пользуетесь этим продуктом. Вам уже его привезли. Это какой смысл тогда в этой экспертизе? Но, когда говорит Егор Евгеньевич... Смотрите, здесь нельзя ставить на весы цену и качество, да. Мы можем пожертвовать ценой, но зато последствия будут плачевные, да, для потребителей продукции. Мы же жертвуем, получается, этой ценой, правильно? Мы же жертвуем ценой. Жертвуем ценой, но мы следим за качеством. Здесь более важная составляющая, если... Неправильно. Мы во главу угла ставим цену, правильно? Это же... Я немножко о другом говорю. Я говорю о том, что здесь требования закона очень размытые. То есть, нет вот этой грани, которая четко нас обязывает проверять конкретный перечень критериев, там, качества того или иного товара. И вот эта вот ссылка о том, что если у вас возникли сомнения, то вы тогда можете, да. Вот я вам привел конкретный пример, да. Мы не заподозрили, у нас нашли, нас как бы вот в соответствии с тем, что мы такую же несем ответственность, как поставщик, наказали. А можно привлечь за то, что вот Егор Евгеньевич говорил, про сертификаты? Можно? Если все хорошо, по документам все хорошо, а там металл или пластмасса, или дерево, стекло, неважно, то привлечь тех, кто давал документы, что все хорошо? Конечно, ответственность несут все. Гражданско-правовую, административную, уголовную. Начиная от тех, кто выдавал сертификаты, заканчивая заказчиком. Но другой вопрос. Нужно доказать в рамках проверки, да, что сертифицирован был именно тот товар, который поставлен. А кто должен доказывать это? Можно я приведу? Органы, контролирующие органы. Мы недавно участвовали в заседании Верховного суда. Значит, поиску к нашей крупной компании, которая Тетрапак поставляет во все учреждения практически. Упаковку? Да, да, да. Нет, не упаковку, я имею в виду молоко в Тетрапаке. А, молоко в Тетрапаке. Вот что произошло? Значит, они поставили в другой город страны, да, там, по-моему, в Томск или в Омск. И там заказчик просто взял и проверил на качество, да, и предъявил претензию. Так вот, он сам там проверил, в наш Роспотребнадзор отправил, а Роспотребнадзор здесь уже взял это, звал декларацию у этого производителя. И вот мы, вот хоть и защищаем всегда, да, добросовестных, здесь мы пошли, мы не согласились только с одним. Но как можно без них, значит, сделать вот эту экспертизу, да, и суда нам отправить и сказать, что да, там были какие-то вот примеси, как вы сейчас говорите. Ну, а там был фальсификат, несоответствие было. Ну, и что вы думаете? Все-таки Верховный суд сказал, что да, они виноваты. И да, правильно отозвали у них декларацию. К сожалению, но теперь, вот представляете, открылся какой ларчик-то. То есть сегодня наш Роспотребнадзор действительно может, по своему желанию, например, пришел, Егор Евгеньевич отправил им на анализ, они посмотрели и говорят, ой, мы Комарчагу берем и декларацию у них отзываем. Они больше не работают, потому что... А взяли на спрет, наклеили Комарчагу или Минусинское масло и поставили этот продукт? Это вот к тому, о чем вы сказали. Они всегда вам привезут нормальные качественные сертификаты и документы, потому что поставщик, у которого они эту продукцию берут, он им дает качественный продукт и дает некачественный продукт. Допустим, как я вам сказал, да, творожный продукт. Потом переклеивается этикетка, и вам за 100 рублей творожный продукт выдают за качественный творог, который стоит... Можно, можно уточнить, а вы вот так вот в голос сказали, что не берете тетропаки. Почему? Потому что молоко не настоящее. Нет, ну можете бить молоко со сроком годности до нескольких месяцев. По срокам хранения мы берем молоко. Тетропаки – большие сроки хранения. Это нас, конечно, не устраивает. Поэтому берем обычную упаковку. А вы что улыбаетесь? Берете тетропаки? Мы смотрим по качеству. Я хотел сказать, что получается, мы как будто боремся с ветряными мельницами. Вот смотрите, правоприменительная практика такова. Если находят фальсификат в бюджетном учреждении, то на руководителя, на учреждение накладывают штраф. Не было ни разу, чтобы какой-то штраф, какую-то ответственность понес поставщик. Поставщика просят заменить товар. Поставщика предупреждают. Поставщика могут через тут занести в реестр. Но почему на поставщике нет ответственности? Есть статьи, сейчас ужесточается. Максим, почему на поставщике нет ответственности? Восемь статей в уголовном кодексе. Изволью не согласиться. К сожалению, нет у нас сейчас представителей Роспотребнадзора. Это их специальная компетенция. Знаете, это мы каждый сейчас можем так сказать. Я могу вам сказать, что такая ответственность есть. И она наступает. За прошлый год сколько поставщиков понесли? Я сейчас не скажу цифру, потому что это не наша специальная компетенция. Такие статьи, составы такие возбуждают Роспотребнадзор. И такие 50 предприятий по 200 рублей масла. Они возбуждаются на поставщиков. Есть такая статистика. Вы можете запросить официально. Они вам дадут цифру соответствующую. Сегодня возят 50 бюджетным учреждениям масла по 200 рублей. Это не настоящее масло. Кто-то понес ответственность. Проблема-то в том, что 44-й федеральный закон. Он направлен, с одной стороны, на борьбу с коррупцией, со всеми нежелательными последствиями. Но, с другой стороны, очень жестко прописывает, какие критерии могут быть заявлены в конкурсной документации. И с каждым годом все меньше и меньше критериев, которые могли бы ограничить заказчиков от недобросовестного поставщика, в этом законе остается. А, иначе к вам антимонопольное управление еще придет. Да. Поэтому это считается как нарушение конкуренции и так далее. Поэтому, конечно, здесь, с одной стороны, понятно желание государства увеличить конкуренцию. уменьшить нагрузку на бюджет. Но, с другой стороны, заказчики, которые объявляют эти конкурсные процедуры, с каждым годом находятся все в более жестких условиях, балансируя между качеством и ценой. Не соглашусь. Вот, Игорь Ильич, смотрите, мы об этом тоже с вами разговаривали. Ну, смотрите, 44-й закон. Ну, все его ругают. Но это же очень хорошо, если люди упали на 60%. Это же здорово. Нет, нет, это хорошо. Должно быть демпинг. Это не... Игорь Ильич, да слушайте, да, я что хочу сказать, мысль-то какую. Смотрите, они упали на 60%. Мы сэкономили в бюджет, да. Но теперь наступила вторая фаза. Ребят, ну, вы же эту цену сами определили. Тогда вы должны возить качественный продукт. И вот здесь мы вступаем, извиняюсь за выражение взаимоотношения с вами, да. Действительно, вы должны осуществить контроль. За те 200 рублей они вам должны привезти качественное масло. А возят, ну, они возят вам фальсификации. А на входе, вот кроме, вот с картошкой, пример хороший был, его надо всем запомнить. Я думаю, кто-то даже на заметку возьмет. Какие еще способы у вас есть что-то проверить? Вот вам привезли много всего, там, масло, я не знаю, сыр, картошку, крупы. Мы можем много сейчас говорить и как бы фантазировать на это. Нет, конечно, никаких лабораторий в государственных организациях. Значит, в последнее время появилась лаборатория, да, но речь-то идет сейчас о чем? О том, что это должна быть некая экспресс-проверка того, что поставляется. Опять же, ссылаясь на то, что вот есть такое, значит, положение в законодательстве, если возникли сомнения, да, если. То есть, условно говоря, должен быть какой-то тест, ну, условно говоря, там, масло, да, воткнули щуп, видим количество жиров, убрали этот щуп, все, проходит. Картошку нарезали, пожарили, сработало, да. Я не знаю, там, крупу, там, как-нибудь помешали, где-нибудь поболтали, видим, что там нет примесей, все. А другие, это, то есть, экспресс-контроль. Вот как в медицине используется, есть тест-полоски, которые позволяют, например, определить вообще, в принципе, есть наркотик в крови или нет, да, у пациента. И многое другое тест. Да, и многое другое. Но если вы хотите уже посмотреть, какой именно и в какой дозе вам нужно провести дорогостоящие исследования, ровно так же и здесь. И мне кажется, что вот здесь нужно как раз и создать и культуру, и инфраструктуру в каждой организации по наиболее часто возникающим фальсификатам, чтобы у каждого был минимальный джентльменский набор, как у врача общей практики, да, там, термометр, там, отоскоп и так далее. И здесь то же самое. На этот продукт такой прибор, на этот такой и так далее. А вы с такой инициативой выходили? Есть приборы. Вы с такой инициативой выходили, там, на краевую администрацию? Мы выходили на Государственную Думу. И там сейчас нужно эти приборы просто сертифицировать, да, для того, чтобы действительно они могли... Ну, я извиняюсь, да, посыл в вашу сторону. Они могли это делать. И экспресс-анализ, мы только про это говорим. Как только подозрение возникло, значит, да, тогда они сдают и получают нормальную... Почему вы с удовольствием это делали? Мы родились в конце года, люминоскоп, все сделали на три коммерческих предложения. Москва нам прислала несколько заявок. Да, именно Москва почему-то, Новосибирск не отправил свою заявку. Вот, но оказалось на самом деле, что одного из аппаратов вот этих не было лицензии, не было сертификата, и мы не смогли его закупить. Остальные же по цене были гораздо дороже. В конце года закупать, знаете, за счет 5% так называемых оборудования, очень накладно... Нет, так он вам не даст легальности того, что вы скажете... Ну, хотя бы примерно, да? Ну, что говорит Егор Евгеньевич в виде щупа, что-то может дать. Но это все равно. Для бракеражной комиссии, по идее, этого достаточно. Вот смотрите, давайте... Потому что вы же не заключение лабораторное. В законе ведь не прописано, что мы должны иметь этот щуп. Нет, не прописано. В законе прописано, что если у нас возникнут сомнения. А все остальное мы должны начать с проверки документов, накладных, упаковки, маркировки, органолептические свойства. И нигде там не написано, что мы должны провести какие-то... Я вот ровно об этом и говорю, что на государственном уровне, либо на региональном уровне. Согласен. Нужно договориться, о каком уровне контроля, о каком уровне лабораторного или там какого-то экспресс-подтверждения мы должны проверять эти продукты. То есть вот эта формулировка, если возникли сомнения, это что должно быть, и что в этом... Мы закупаем лекарства. Не, а вот в принципе... Как проверить, если возникли сомнения? Есть определенный алгоритм, и ты его должен проверить. Вот смотрите, краевое государственное казен, учреждение, краевая ветеринарная лаборатория, это аккредитованный испательный центр. Вот нам... Это краевой центр питания. Мы приглашали тоже представителей, к сожалению, не смог представитель быть, но вот результаты. Например, сыр полутвердый голландский. Это, кстати, 18 января были... Как тут написано? Отбор. Дата отбора. 18 января 2018 года. Вот это буквально недавно. Значит, сыр полутвердый голландский. Наличие растительных жиров в жировой фазе обнаружено. С растительными жирами. В этом же месте сметана массовая, вот сейчас я покажу, сметана массовая доля жира 20%. Вот в сметане дрожжи по норме не более 50, а найдено, ну 50 единиц, а найдено 3580. Коллеги, у вас это все то же самое. Уверяю вас. И наличие растительных жиров есть... А где это проверяли? Это краевая ветеринарная лаборатория. Нет, 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 а где отбор-то, правда? Нельзя говорить. Центр питания. Краевой центр питания. Это персональные данные. Массовая доля жира, это о чем идет речь, это вот творог как раз. Дрожжи не более 100 единиц, а фактически данные 37 тысяч единиц. Массовая доля жира не менее 9, а там 5. Вот это конкретно уже январские проверки продуктов, которые поступили в новом году. Теперь смотрите, какая коллизия законодательства. Что у нас получается? 50 таких по лоту, 50 других. На каждый лот у нас с вами должен быть суд. На каждое предприятие должна быть отдельная процедура для того, чтобы этого поставщика лишить поставок. Этот поставщик сегодня заключил по краю сотни договоров с каждым учреждением, с каждой больницей, с каждым детским домом. У него отдельный договор. И мы его в 100 найдем, в 500 он будет дальше поставлять. Мы должны, как я говорил, бороться с ветряными мельницами. Нам надо бегать за ним и в каждом учреждении ловить. Это просто уму непостижимо. Почему так устроен закон? Кто сказал Совет Федерации вчера? Что сказал? Что сказал Совет Федерации? Ужесточать законодательство. Ну, пусть ужесточает. Давайте о том, чего нужно ужесточить и как все-таки отказаться от фальсификата, мы поговорим сразу после рекламы. Хорошо. Продолжение в Совете Федерации. Если ужесточить законодательство вызвало также бурный спор, так все-таки давайте мы с каждого тогда из вас спросим, как нужно какое законодательство ужесточить и кого наказывать? Наказывать вас, вас и вас или наказывать поставщика или кого? Или того, кто проводит такие закупки? Речь идет о чем? Речь идет о том, что поставщик обещает поставить продукт, а поставляет не тот продукт, который написан в конкурсной документации. Наказывать поставщика нужно. Одно дело, на предприятии совершили ошибку, не соответствует жирность. Другое дело, на предприятии не помыли руки, нашли там что-то в молочке, какую-то палочку. Но когда поставщик берет коробку, отрывает этикетку, приклеивает другую и привозит, это только один вариант, когда он вместо 400 рублей везет товар по 200 рублей, это сразу, понимаете, у нас в законодательном собрании, я в Совете Федерации, стою и говорю, по 200 рублей поставляется в Красноярске в бюджетное учреждение масла. У кого-то есть сомнения, что туда масла не возят? Все говорят, нет, ни у кого сомнений нет. Так в отношении кого? Все-таки поставщиков ужесточить законодательство? Поставщик сегодня именчет минимальную ответственность. Скажите, пожалуйста, а кто вот эти поставщики? Вы же видите вот этих людей, которые вам привозят? Вот ту картошку, которую жарить было невозможно. Это кто? Это крупные предприятия какие-то? Как это говорят? Крупные, продвинутые, да, и блестящие и так далее. Нет, это не из той серии. То есть раньше мы до определенных решений по законодательству видели поставщиков, даже могли с ними общаться и вести переговоры, и смотреть, что за качество у них есть. Сегодня, еще раз говорю, что мы практически до принятия решений о том, кто будет нам поставлять ту или иную продукцию, не понимаем, с кем мы имеем дело. Это возникает только когда мы вскрываем так называемые вторые части конкурсной документации и наконец-то видим, кто будет нам поставлять. И на этом этапе мы уже ничего сделать не можем. Даже если он нам очень не нравится или мы не хотим с ним работать по каким-то причинам, история плохая у него, там качество, он на весь край известен как недоброкачественный, мы обязаны с ним подписать договор, если он только не включен в официальный перечень недоброкачественных. Но тогда он и в конкурсе, я так понимаю, не может быть. Но вы сейчас же работаете по прямым договорам, вы имеете возможность с ними как-то работать. Значит, вот давайте не путать, да, как бы есть так называемые прямые договора, договоры, да, которые мы заключаем на небольшие партии, вот детский сад, да. Почему они имеют право работать по так называемым прямым договорам? Потому что, во-первых, объем закупаемого товара у них небольшой, это первое, и второе, они автономное учреждение. И поэтому они не по 44-му, а по 223-му закону работают. Тогда они могут в рамках этих 400 тысяч закупить без конкурсных процедур у поставщика. У нас организация, которая работает за счет бюджетных средств по 44-му закону, и сумма закупок гораздо превышает те самые там 400 тысяч, вернее 200 тысяч положенные, 100 тысяч положенные нам по закону до разовых. Это, собственно говоря, практически там наша там трехдневная потребность в продуктах. Егор Борисович, какая сумма вот на 2018 год закупок? Не помню, но если не помните, я приведу ту цифру. Я могу сказать, что мы тратим в целом около миллиарда рублей на закупку товаров, которые мы потребляем. Это включая и лекарства, и расходные материалы, и продукты питания. Поэтому здесь 100 тысяч для нас это вообще ни о чем. Я понимаю, я просто хочу сказать, что сегодня по городу Красноярску тот предприниматель, поставщик, который выиграл поставки, вот у нас есть просто примеры, что они развозят на обычных красных жигулях по садикам и школам продукцию. Нет, нет, я не про вас говорю, а выиграл конкурс или там на сумму, сколько там, 50 миллионов рублей. Вот. Создано предприятие в июле 2017 года. Поэтому вот опять все практически прозрачено. На этапе подписания контракта мы не можем проверить это. Нет, нет, я согласен. Максим, вот у меня к вам вопрос. Вы проверяли в 2017 году 4 тысячи нарушений. Кто эти победители в закупках? Вы знаете, что это за предприятие? Там есть крупные, большие поставщики, которые, может быть, действительно могут на чем-то сэкономить. В смысле, могут снизить цену на масло, потому что у них там еще ворох и всего остального, на чем они заработают. Или это кто? Это ИП какие-то мелкие, рога и копыты? Я вам сейчас объясню ситуацию. Мы действительно проверяли все вот эти организации для того, чтобы урегулировать все эти вопросы, в том числе с контролем качества, с усилением ответственности при проверке экспертизы и так далее товара. Мы направили информацию, мы дважды направляли информацию в органы власти края. Это в Министерство социальной политики. И последний раз мы в конце года, 2017-го, направили информацию председателю правительства края. Как раз там мы поставили вопрос о том, чтобы органы власти края усилили контроль за поставляемой продукцией, усилили контроль за качеством. И еще второй момент. Я хотел бы здесь обратить внимание на сам закон. На самом деле он достаточно подробно урегулирует моменты, которые связаны с ответственностью поставщика. И нужно просто пользоваться этим законом. Есть такая ответственность, как включение в список недобросовестных поставщиков. Просто нужно заказчикам начать эту практику, муниципальным и государственным. Если хотя бы один раз поставщика, недобросовестного поставщика включат в такой список, это делается, возможно, где-то небыстро, тяжело юридически может быть. Но это осуществимо. Достаточно расторгнуть контракт с таким поставщиком по основанию поставки некачественной продукции, направить материалы в антимонопольный орган. Антимонопольный орган рассматривает, включает в федеральный реестр такого поставщика. Более того, я вам скажу, если это юридическое лицо, то невозможно поменять название, потому что включается информация как о директоре, так и учредителе этого юридического лица. Если учредитель еще раз зарегистрирует другое юридическое лицо или просто поменяет название, он будет уже в списке. Если пойдет такая практика... Это даже не проблема. Улыбаетесь. Скажите, подождите, дайте дамы скажут. Ну, Игорь, ну что ж такое-то? Ну, у нас вот примеры, просто я не могу действительно озвучивать эти названия. Но всем известная здесь присутствующая фирма, которая в течение года трижды поменяла свое название, поскольку у ее руководства стоят родственники, директор, учредитель, там, замдиректора, менеджеры. Они мы еще не успели их подать, только в список пригрозили. Они уже поменяли название. И я сегодня с ним... Мы подали, подали, но они уже перерегистрировались. Они все перерегистрировались. Вы, наверное, об этом должны знать. Если рассмотрят эту информацию, она подтвердится, и будут основания, да, для того, чтобы включить... Мы только пришли сюда на встречу, мы назвали сразу фамилию. Кто и что. Максим, да, они выигрывают годами. Есть определенная процедура. Одни и те же. У нас отсутствует практика включения недобросовестных поставщиков в соответствующий реестр. Когда мы даже включали в список недобросовестных поставщиков, фирма меняла название, учредителя, директор. И приезжали те же самые люди. Мы почему-то знаем, прокуратура не знает об этом, да? Нет, подождите. Я же сказал только что, вот 600 договоров у этого поставщика, его один раз признали недобросовестным. Он зарегистрировал новое предприятие, а 599 он продолжает поставлять. У него же не отоберут все остальные. Он просто не сможет участвовать в новых торгах. Для этого он организует новую фирму, пока вот он продолжает поставлять. Старые-то возможно расторгнуть все контракты? Нет, только... Я процедуру каждый раз заново. То есть 600 процедур, 600 судов, 600 раз его должны за руку поймать. Ну как-то вот не совсем понятно. В системе поставок лекарств существует принцип, когда Росздравнадзор рассылает информацию об отзыве всех фальсификатов по всей сети. И мне кажется, здесь тоже нужно подумать о подобной практике, когда информирует надзорный орган, выявивший вот эти фальсификаты, либо о тщательной проверке, либо об отзыве контрактов. Но я думаю, что это более сложная схема, которая требует, наверное, изменений в 44-й ФСР. Нет, Игорь Ильич. Вчера Россельхознадзор отправил вам всем письма, где написано, какие предприятия нужно посмотреть и не заключать с ними договоры по крупе, значит, по документам, о чем вы говорите, что у них поддельные сертификаты, и по молочной продукции, по фальсификации. Эти фирмы... Это те же... Там нет. Есть. Нет? Есть. Я проверял. Есть там как раз... Может быть, вы смотрели разные фирмы. Да почему? Ну, письмо-то одно же мы смотрели. Поэтому это тоже есть. Игорь Ильич, есть. И мы все эти фирмы знаем. К сожалению, прокуратура, может, не видела еще. У нас нет полномочий сейчас расторгнуть после заключения контракта с ними уже. Расторгнуть сейчас немедленно договор. Вот в этом... Нет этого в законе. Он тоже... Нет, в законе написано. Вот здесь закон нужно менять. И нужно участвовать в торгах. Они уже проучаствовали. Мы не должны расторгать? Про ответственность. Помните, я вам говорю, вообще за это нужно вводить уголовную ответственность. И как только мы это сделаем, конечно, тогда не будет вот этого соблазна. Сегодня только деньги. И тот предприниматель, который вот вам все это возит, он говорит, ребята, да я буду... Я завтра перерегистрирую на водителя на своего, так? И буду возить. И он говорит, это тоже все про это знают, так? И он будет... Меня удивляет другое. Ведь знает все правительство этого человека. И название это знает. И прокуратура знает. Весь край смотрит на все это и ничего сделать не может. И мы вот сейчас сидим с вами и тоже говорим. Мы все знаем, но сделать ничего не можем. Ничего не можем сделать. И прокуратура говорит. Мы все проверили, письмо написали, тоже ничего не можем сделать. Вот хорошо. А дети едят шоколадное... Извините. Законодательство должно быть приведено в такой вид, что люди, которые хотели бы поставлять некачественный продукт, фальсифицированный продукт, у них должна быть вторая сторона медали, вторая сторона весов. Они должны нести адекватную ответственность. Этой адекватной ответственности нет. Ну, вы сейчас говорите об одном и том же. Егор Евгеньевич, вот если... Вот у нас осталось буквально две минуты на все про все. Если коротко, как считаете, что нужно перво-наперво, что нужно сделать? Вот те самые условия, если вызывает сомнение, прописать? Я думаю, что надо подумать о регламентах неких и действительно ужесточить ответственность поставщиков. Поставщиков? Да. Я согласна. Поставщиков? Да. Если в законе будет в основе лежать цена, то мы качества не добьемся. Должно обязательно звучать еще качество. А то название, что сейчас цена адекватна качеству в результате аукционов, это совершенно действительности не соответствует. И на первом этапе нам не остается ничего другого делать, как приобрести вот эти аппараты, как бы предварительного контроля, пусть это опять в ущерб нашим основным расходам. И второе, участие просто в случае лабораторного обследования. Мы должны как-то себя защищать и наших пациентов. За счет бюджетных средств. За счет бюджетных средств. Ну что же, наше время, оно заканчивается. И как всегда, довольно быстро. И пора подвести некие итоги. Я так понимаю, что вывод, он пока не слишком утешительный. И на передовой все-таки главные врачи, заведующие детскими садами, именно эти люди, если есть силы, если есть решимость, если есть желание бороться, они могут встать и быть заслоном тем самым на пути некачественных товаров, некачественных продуктов. Ну и поэтому, что же, будем надеяться на то, что таких руководителей будет все больше. И поэтому и в больницах, и в садах, и в школах будет все-таки больше качественных продуктов. Это вместо встречи на Афонтово. Смотрите Афонтово. До свидания.